Всем привет! С вами Маша, и вы на канале о нашем главном. Сегодня мы с вами поговорим о... Поговорим... Как-то я так славно... Сказанула! Сказала-сказанула я. Я между двумя маниями. Первая — смотреть фильмы и читать про Екатерину Вторую, а вторая — читать, смотреть и слушать корейский поп. Корейскую поп-музыку, да. Мне кажется, очень... Очень такие полярные у меня какие-то возникли за последние два дня интереса. Ну вот как есть. Тем не менее, говорить мы с вами будем сегодня не об этом, но в частности и о культуре тоже. Наверное, давайте с этого начнём. У нас сегодня с вами покупки декора, покупки канцелярии и покупки одежды и аксессуаров. Дождём, наверное, с канцелярией, как раз с культурного её аспекта. Я себе приобрела ещё одну кофейную книгу. Это так называемые Coffee Table Books. Они здоровенные, толстые, с большой, красивой... С какими-то красивыми фотографиями, иллюстрациями. Это всё какие-то тематические книги. Кто чем увлекается? Я нашла одну себе книгу Ardeco, показывала её в предыдущих покупках. И вот эта вторая книга, на которую я соблазнилась, я увидела её. Она, в принципе, продаётся много, где, включая на Амазоне, если не забуду ссылку, оставлю внизу, по дисконтной цене. Где-то 40 долларов, что-то в этом роде. Я её нашла вживую в дисконтном сторе TJ Maxx. Это у нас книга, посвящённая... Называется The First 40 Years. W. W. Это очень известный, такой большой формат, большого формата журнал о бизнесе Fashion and Beauty. Там тоже бывают очень красивые фотосессии, но в нём немножко больше фокус именно на такой, знаете... Это как бы журнал больше для профессионалов, тех, кто интересуется немножко более бизнес-сторонной всего этого дела. Но гламура там, в принципе, тоже хватает. Я люблю их за большой формат. Я подписана на этот журнал. По-моему, у меня были какие-то бонусные поинты какие-то, которые я смогла использовать на подписку разным журналам. В частности, подписалась на него. Поскольку он такой достаточно известный в этой области, Там очень много бывает красивых и необычных фотосессий. Вот здесь у них развороты со всеми селебрити, со всеми звёздами. Тут и Джеки Кеннеди. Она у них была несколько раз звездой, которая участвовала в журнале фотосессии с другими звёздами. Тут не только звёзды, здесь даже и интерьеры есть. Есть звёзд тут достаточно много. Буду идеалом. И кто же она, господи, у нас начинается. Не могу вспомнить. Красавица моя. Ну, как тебя зовут? Скарлетт Йоханссон. Боже мой. Старость, не радость. Ну, более концептуальные какие-то съёмки. Я соблазнилась, потому что, вы знаете, это... Я не очень люблю кофейные книги про природу. Как-то меня не так трогает, наверное, такая фотосъёмка. Я предпочитаю смотреть National Geographic видео или какие-то документальные фильмы. Что касается иностатики, да, в печатном виде, мне больше нравятся хорошие креативные фотосъёмки и иллюстрации, какой-то арт. Ну, и вот у меня уже есть одна книга с иллюстрациями в стиле арт-деко. А это больше такой, знаете, вот взрослый гламур. Какие-то упоминания крутых мест, знаменитых людей. О, смотрите, какие тут тематические фотосъёмочки включены. То есть это вот все фотосъёмки за последние 40 лет того, как издавался этот журнал. Честно вам скажу, я очень переживала, как пойдёт у меня эта книга, потому что она тяжёлая. Обычно книги эти достаточно дорогие и тяжёлые. И если ты от них быстро устанешь, то это вот такой вот гроб, которого вроде как и жалко избавиться, но и копить их тоже не хочется. Поэтому пока вроде я довольна периодически, как я пользуюсь такого рода объектами. Бывает, я приду с работы, хочу присесть, но не хочу окунаться там на 3 часа куда-то в интернет, потом не помню себя уже спать, пора ложиться. Или мне хочется просто потратить 15 минут. Или бывает с утра, у меня есть 15 минут до выхода, и я как-то вот чего-то мне не хватает. Я просто сажусь, листаю немножко, пью там полчашки кофе и выбегаю по своим делам. Вот как раз на такой вот момент такие книги очень хороши. Я не сказала бы, что я сижу, рассматриваю их часами каждый вечер, нет. Но вот именно действительно они как кофе-тейбл-букс, они как такой хороший, интересный акцент, который приятно периодически открыть, пролистнуть, посмотреть, положить обратно. Ох, какая фотосессия, вы посмотрите, какой шикардос. Многие из вас очень позитивно отозвались об идее возродить обзор журналов в асэмарном варианте, то есть тем, кому нравится отдыхать, расслабляться, тем, кому нравятся такие деликатные звуки, негромкие какие-то звуки дома, постукивания какие-то. Ну, в общем, вся вот эта асэмарная вещь. Раньше я делала, у меня были выпуски, мы вместе просматривали глянцевые журналы, это не было смыслом тех видео, у них не было назначения именно асэмар. Но я думаю, почему бы не совместить приятное с полезным, может быть, как-нибудь вместе сесть, полистать, тихонечко постучать, пошелестеть глянцевыми страничками. А когда будет у меня возможность, такой, знаете, настрой нужного толка, я думаю, мы что-нибудь такое запишем. Но осталось только выбрать, какую книгу, вот эту или иллюстрация РДКОВ. В принципе, если вам хочется, голосуйте за какую книгу вы бы хотели вместе со мной полистать. Перемещаемся дальше. Следующая покупка это... Не ругайте меня. Меня, не знаю, ну как-то я вот повелась немножко. Я давненько, давненько все хочу пойти на какие-нибудь курсы, что касается скетча, рисования. У меня одна знакомая ходит сейчас на курсы рисования маслом. Я, честно говоря, конечно, картины маслом, это, наверное, самое такое красивое, что можно делать. Но мне кажется, это занимает столько времени, столько ресурсов и подготовки, что как-то я вот до сих пор все не готова. Но, тем не менее, я соблазнилась, я хочу начать больше скетчить, да, то есть больше карандашом, там, может быть, акварелью, как-то вот, в общем, ну ладно. Ну ладно, ладно, не надо. Я, в общем, купила себе по хорошей скидке очень красивый скетчбук. Он сделан в виде вот такого альбома. Это достаточно известная тоже картина, по-моему, она называется «Поцелуй мне мама говорила», не помню, кто автор. Если кто помнит, напишите, пожалуйста, в комментариях для ликбеза нашего всеобщего. В общем, так это выглядит. Здесь достаточно тонкие страницы, то есть это действительно скетчбук. Она больше предназначена для того, чтобы использовать карандаши. Даже, по-моему, у «Оттеркалора» она слишком тонкая для этого будет. Она меня как-то вот, ну, не знаю, она меня очень порадовала. Я когда держу ее в руках, я стану счастливой. Ну, конечно же, теперь у меня страх белого листа. Я боюсь измарать первую страницу. Поэтому, знаете, как я обычно делаю? У меня когда такое начинается, я начинаю с середины. У вас такого не бывает? У меня всегда такое с канцелярией. Если я очень боюсь начать где-то писать, я начинаю писать с середины. Или рисовать, или что-то делать. Есть такая черта. Да, я заказала уже себе карандаши. Посмотрим, как пойдет дело. Такая вот канцелярия. Мне, кстати, интересно, сколько у вас могут стоить такие вещи? Я ее купила за 10 долларов. Она была немножко на скидке. Но вот такая очень солидная, хорошо сделанная канцелярия. Я удивилась, что так дешево. Продолжаем разговор. Давайте поговорим о предметах декора. Показывала уже в инстаграм, покажу сейчас вживую. Я купила себе вот такую чашечку с собачкой. И это, опять же, все в ту же сторону, что я говорила в прошлом видео. Тренды осени для меня, по крайней мере, сейчас обозначаются. Это как цвет морской волны. Все оттенки от именно такого бутылочного зеленого к изумрудному, к цвету морской волны, переходящему уже в тил, да, в цвет такой тепло-синий. И цвет запеченной дыни, запеченный оранжевый, такой более, может быть, даже где-то дынный. Нет, не дынный, тыквенный. Тыквенный. И, в общем, все вот такие оттенки. В принципе, кого этим удивишь, такие вот немножко винтажные, грязноватые оттенки, как синего, так фиолетового, так оранжевого, так зеленого и прочих, прочих, прочих. Они всегда достаточно осенние, но, вы знаете, все-таки, мне кажется, есть у некоторых сезонов определенных года какие-то особенные цвета, которые, ну, вот прям являются сердцевиной, как бы и моды, и ощущения. Мне кажется, вот последние два года одним из цветов, который был просто вот, он был везде. Я помню, года три назад он, он прям вот прям весь год он был. Это был цвет Марсалы или цвет Оксблад, в общем, цвет запеченной крови, если хотите, такой вишневый. Он, как бы, он всегда актуален, в принципе, и зимой, и летом, и весной, но особенно осенью. Но, мне кажется, в этом году будет меньше. Вот в прошлом году был, вот для меня был цвет Бургундского, вот этот вот запеченной крови, оливковый. Так уже не вспомнить. Ну, еще, наверное, какие-то оттенки. Вот в этом году, мне кажется, вот эти два. Запеченный оранжевый и вот такой цвет морской волны. В общем, купила себе чашечку, она мне очень понравилась. Я вообще большой фанат кружек. У меня все кружки разные. Я, знаете, как бы, люди часто как-то самоопределяющие делятся на сервиз, людей сервизов и людей. Я понабрал всего каждой твари по паре. Вот я больше вот люблю разные вещи. Мне нужно, чтобы все вещи, которые мне были, мне нравились, но чтобы у них у всех был немножко свой характер. Тем не менее, я часто подбираю вещи, ну или, допустим, чашки, чайники, как вы могли уже заметить, которые, тем не менее, между собой тоже сочетаются, но они не одинаковые. Вот почему-то я как-то отошла от сервизности. Есть люди, которые просто это обожают. Они терпеть не могут, когда все разноперое, все разноплановое. Я обожаю, когда все разное, когда под любое настроение, под любой оттенок, вообще под что угодно, можете подобрать себе чашку для кофе, я кофеман, да. Так что чашки у меня, чашек у меня много и разных. Далее, хотела вам показать то, что я часто покупаю именно в Thrift Stories, таких как Goodwill и прочих. Там всегда можно найти хорошее стекло. Я обычно покупаю бокалы. Это моя здесь рукодельная, я обычно покупаю бокалы парами. Чашки я покупаю по одной, а вот бокалы я часто покупаю парами. Что еще я покупаю парами? Тарелки покупаю парами. Хотя нет, тоже не всегда. И, ну да, я люблю, в принципе, когда у меня есть небольшой набор столовых приборов, таких как вилок и ложек, да, вот вилки, ножки, ножи, да. Вот это я, наверное, предпочитаю, чтобы был набор. А вот все остальное мне нравится, чтобы было разное. Единственное, что да, тарелки часто покупаю в апаре и бокалы. Вот таких у меня двоечку я купила. Мне очень понравилось, что здесь у нас точеная такая угловатая ножка. А здесь, так видите, такой тюльпанчик. Видите, да? Красава. Такой просто нежный-нежный, бутонистый. Замечательная вещь. Я, вы знаете, не особенно заморачиваюсь по поводу того, к чему, какой бокал. То есть для меня главное, что мне хочется держать в руке в данный момент. Например, это бокал для виски, если я не ошибаюсь. Я могу в него наливать и воду, и сок, и вино, и пиво, и все что угодно. Я очень, кстати, люблю такие бокалы-бочонки. Вот я себе купила один. У меня был один чуть побольше, разбился. И я буквально за доллар как раз, да, по-моему, вот такие вот вещи можно найти в Second Hand за доллар, за два. И они обычно очень-очень неплохого качества, хорошо сделаны. Ну, как вы уже понимаете, совсем за копейки. За это я люблю Thrift Story, это точно. Далее, что у нас дальше? Ну, давайте, давайте по украшению. Что ж, я зря сижу с такой напомаженной, дура с розойю, в перьях. Заметили, да? Это моё новое украшение. Вообще, когда я смотрела на него онлайн, я думала, что оно будет дешевато. Потому что здесь у нас сочетаются чёрные оттенки, чёрные цепочки с таким, знаете, как вытертым золотым тиснением и ярко-ярко-золотые. Вот золотая бижутерия, она самая сложная, она почти всегда выглядит дешевато. Тем не менее, когда ко мне пришло это колье, оно, я могу сказать, с уверенностью, очень даже прилично сделано для бижутерии. Но всё по порядку. Давайте я выложу, вот для вас для сравнения кое-что ещё принесла. Мне пришла пиар-посылка от компании Stelline Dot. Я намеренно согласилась именно на них, потому что я про Stelline Dot слышала много хорошего. Они немножко как Avon в каком-то смысле, то есть у них есть распространители, но тем не менее можно купить всё, что вы хотите, и на сайте. Просто через распространители вы можете получить какую-то там, ну как обычно, 10-15% скидку. Я очень много видела блогеров, которых я уважаю, которые, 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 которые с восхищением отзывались о качестве этой бижутерии. Однако, хочу вам сказать, цены там тоже, прямо скажем, не дешёвые. То есть цены бижутерии от Stelline Dot примерно такие же, так для сравнения, как, ну, какие-то такие уже upper-middle-class какие-то вещи, типа, типа, ну, типа, Givenchy бижутерия, типа, Michael Kors бижутерия, типа, Kate Spade, типа, такого же Price Point, такой же ценовой категории, как и JCPenney. Ну, вы понимаете, да, то есть уже мы говорим 50 долларов за пару серёжек, 100 долларов за колье и выше. Поэтому я как-то покупать их не решалась, когда у меня появилась возможность получить от них пиар-посылку. Я думаю, попробую, посмотрю, так ли они хороши, как на самом деле. Дело в том, что я ещё тоже каюсь, я дикий сноб, я редко доверегаю американским блогерам в оценке качества выделки, потому что у них, я заметила, часто идут крайности. Либо это Louis Vuitton, либо это Forever 21, сделанное из пластика с каким-то нашлёпанным, каким-то золотым тиснением непонятным. То есть, как-то меры нет. То есть, американки вообще-то очень любят, там, ходить в трениках и с кольцом из бриллианта. И они как-то кольцо с бриллиантом могут любить точно так же сильно, как и какие-то пластиковые серёжки за 2 доллара, которые они купили. Поэтому, когда они говорят о том, что это что-то классное, что для них классное, я никогда не могу понять. В общем, я очень не хотела тратить так вот слепую энное количество денег, поэтому обрадовалась, когда мне пришёл пиар-пакет. Вы знаете, я вам внизу подпишу, сколько стоит это колье в полную цену. Я вам так скажу, учитывая их цены, то, что я посмотрела на колье, если вы любите качественную, такую хорошо, добротно сделанную бижутерию, то Stellin Dot я вам 100% рекомендую. Я не буду сейчас снимать, но здесь всё сделано аккуратно. Здесь вся фурнитура хорошая, тяжёлая, плотная. То есть со всеми покрытиями, я нигде не видела, чтобы что-то облезало. Все разъёмы и съёмы, все петли сделаны, загнуты и закрыты очень аккуратно. То есть в плане качества этой бижутерии я подтверждаю, очень хорошо сделанная бижутерия. Но что касается цены, у меня всё равно... Даже вам не могу объяснить. Казалось бы, с такое качество, в общем, мне не жалко заплатить, если бюджет позволяет. Ну вот что-то во мне всё-таки ещё не до конца я въехала, что ли, в их фишку. Не знаю. Если бы, я вам так скажу, если бы у них какая-нибудь распродажа была, ну, скажем, процентов 20-25 я бы обязательно что-то купила. Но в полную цену... Ну, видимо, это уже, да, мне кажется, это уже мой таракан. Я поняла, я не люблю вообще что-то покупать в полную цену, я в принципе не понимаю, что может стоить своих денег в полную цену. Потому что я также знаю, что все ценообразование в ритейле, это там в 4 раза дороже, чем себестоимость и более, в зависимости от марки. Так что, когда всё это выпускается масс-маркет в больших количествах, я как-то вот не могу, ну вот я не могу без скидки покупать. Поэтому на этом, наверное, и моё ревью и закончится. В плане качества. В общем, мне наделали кучу комплиментов, когда я сегодня так пришла на работу. Действительно эффектное колье, видите, тут и золото, и чернёное золото. И, как я уже сказала, чёрные цепочки с таким вытертым золотым напылением. Пёрышки, всё сделано хорошо, аккуратно. Оно вот вроде бы и броское, в то же время элегантное. Немножко богемное из-за перья, в то же время не слишком фестивальное, не слишком такое девчачье. Очень эффектная вещь. Пёрышки чёрные, с немножко таким тёмно-зелёным отливом. Очень нравится. Честно говоря, в данный момент это одно из моих любимых колье, но я вам уже сказала, я получила это колье бесплатно. И мне приходится тяжело и тяжко сидеть и думать, потратила ли я бы на него полную деньги. Честно скажу, купила бы, если бы было с 25% скидкой в полную стоимость. Это уже, знаете, смотрите по себе. Я не знаю, не уверена. Но качество хорошее. Для сравнения, что можно купить примерно такого же качества, но подешевле? Есть такой бренд, называется... И забыла. Lucky Brand, по-моему, называется. Там больше джинса, а такой, знаете, бахимин джинсовый стиль. Вот у меня от них три колье, которые я хотела показать. У них немножко... У них тоже всё сделано очень аккуратно, но у них стиль более нарочито небрежный. Поэтому здесь всегда состаренный немножко металл. Он немножко, если этот отполированный яркий, этот более тусклый, более матовый, менее тонко выделанный. Но, тем не менее, всё сделано аккуратно. У меня есть вот такое вот от них колье от Lucky Brand. Их по скидкам можно купить и в дисконтных магазинах, и в их собственных магазинах, когда у них распродажа, знаете, долларов. Вот эти колье за 20-30, я бы так сказала, уж точно можно найти. И вот у меня ещё два колье, которые я очень люблю, ношу часто. Иногда даже их наслаиваю друг на друга, когда мне хочется, чтобы было вот такое вот безобразие. Поэтому, да, вот это как более бюджетный, но тоже качественный альтернатива могу вам предложить Lucky Brand. Но он немножко другой по стилю. Он не такой нью-йоркский. Вот это, я бы сказала, вот чистый Нью-Йорк в моём представлении, как бы о стереотипах, да, моды. Такое всё полироманное, чётко сделанное, чётко так как-то. Немножко флаши, но не китчево. То есть всё в пропорции их очень здесь. Довольно? Довольно. Так, дальше. Я себе прикупила вот такую торбу. Это не торба, боже мой. Но я сегодня просто не в состоянии два слова связать. Тот, как это переводится? Сумка, ну, вы видите. Сумка для лэптопа, сумка для покупок. Она всё время по-разному выглядит. В солнечном освещении она выглядит либо очень ярко-оранжевой, либо, знаете, такой запечённой, немножко тыквенной. Иногда при определённом очень ярком солнце она должна как будто бы, не то чтобы дуохромить, но она на сгибах выглядит значительно темнее, чем на выпуклых частях. И она выглядит как-то прям даже агрессивно ярко. Да, вот в осеннюю погоду, в осеннюю, боже мой, в пасмурную, простите, я сегодня устала, длинный день. В пасмурную погоду она выглядит более дымной, чуть-чуть более припыленной. Чем мне понравилась эта сумка? Конечно же, цветом. Я большой фанат того, что в сумку можно написать всё, что угодно. Здесь есть все необходимые вещи для счастья. При этом сумка самая дешёвая, стоила там типа 26 или 30 долларов. А в, по-моему, в Marshalls или в CJ Maxx их там было много разных оттенков, так что обратите внимание, зайдите, посмотрите, может быть, что есть. Были синие, были красные, были чёные, были самые разные. Здесь у нас золотая фурнитура, закрывается она немножко на магнитную кнопочку. Здесь есть внутренние небольшие отделения, такой, знаете, как бы намёк на отделение. Есть один кармашек с молнией. В общем, всё, что нужно, минимальное для счастья в ней есть. Оттенок я уже не буду повторяться, вы поняли, да? К чему я? Тренды осени. И перемещается к следующей. Вот это была моя хотелка уже очень давняя. Меня на неё подстрекала моя подруга, которая вообще очень любит такой архитектурный, минималистичный, такой, какой-то скандинавский стиль. Ну, что-то типа Uniqlo, только даже более какое-то такое. Какое-то такое, понимаете, да? В общем, да, у неё есть потрясающая дутая сумка. Я дико хотела себе дутый рюкзак. И я его нашла. Выбросили, у нас выбросили в дисконтах самые-самые разные. Выбросили и разных цветов, и разного типа ткани. И много всяких дутых или простёганных, в общем, таких разных. Я себе выбрала самый маленький, в который ещё влезает мой ноутбук. Оттенок. Мне нравится, что он нестандартный. Нет вот этой на шлёпке, которая открывается-закрывается. Я ничего не имею против, но как-то мне хотелось что-то другое. Здесь крупная чёрная пластиковая молния, которая открывается. Вы туда можете закладывать. И крабик, которым пристёгивается эта молния, либо вниз, видите, он по сути вот так вот работает, либо вверх. Смотря, как вам больше нравится его носить. Плюс сзади присутствует молния, и вы тоже можете влезть и достать что-то, если, допустим, вам так удобнее на плече он висит с внутренней стороны, залезть что-то, взять. Это тоже вариант. И два кармана сбоку. Вот вы знаете, в нём вот всё идеально. Мне он и по размеру, у меня всё, что нужно, в него влезает. Он небольшой, а не маленький. Он выглядит... Я его обычно всё-таки ношу пристёгнутым крабиком вниз. Сейчас я вам покажу. Вот так. Безумно мне нравится. Те из вас, кто помнит, что было в покупках одежды в прошлый раз, те серебряные тапки со стразами, которые я купила. Вот. Драные чёрно-серые джинсы. Дерюга какая-нибудь сверху. Эти вот тапки для контраста, такие инкрустированные. И вот такой рюкзачок. Это моё всё. Я таскала, не снимая, несколько недель. Это комбинат, хотела сказать. Эту комбинацию вещей. И в плане дерюги я нашла... У меня есть, в принципе, какие-то там невнятные футболки, но мне хотелось... Вот что-то ещё хотелось. Я нашла себе топ такой неопределённого вида. Видите, он таким квадратом. Спадает просто с плеч это всё дело. Внизу у нас разрезы и на двух верёвочках низ. Вы можете его утягивать, можете наоборот распускать. И так эти верёвочки висят где-то там около бёдер и колен. На мой взгляд, совершенно потрясающе. Потрясающий вешок для картошки. Классно смотрится с рваными, зауженными, такими драными чёрно-серыми джинсами. Опять же, как я уже сказала, с этими серебряными моими тапками со стразами, с этим джизаком. Прям вообще любовь. Любовь на всю жизнь. Также хорошо у меня пошёл... Так, честно вам напомнить, в таких вот нейтральных чёрно-серых непонятных тонах вот этот клатч, он супер длинный, он мне как место таксы дома. Этот клатч. Тоже очень его полюбила. Хотела вам ещё раз показать. Это одна из моих любимых. Всё падает. Последних двух недель. Дальше. Я не успела вам показать в покупках, но показала, по-моему, при расхламлении гардероб. Ну так, быстренько покажу. Носила на Гавайях достаточно часто этот спортивный топ с шортами и накидывала на него какую-нибудь рубашку. Вы знаете, хотела спросить у вас совета. Вообще, всё мне вроде бы нравится, сидит он хорошо, но я в этих топах, ну, очень сильно прею. Я так не прею в нормальных брай, в свитерах и многослойной одежде, как я прею вот в этих топах. Это как-то очень неприятно. Вроде бы вся фишка в них в том, чтобы бегать, заниматься чем-то активным, но как-то мне в них менее комфортно, чем просто в обычном бра и майке. Не знаю, я, может быть, неправильно выбрала себе бра. Вот что вы вообще думаете по поводу вот таких спортивных бра? Какое у вас мнение? У меня вроде оно цивильное, из какого-то даже приличного спортивного бренда. А может быть и неприличного. Называется он Victoria Sport. А, ну это Victoria Secret. Хорошо. Ну, не знаю. Смотрится он хорошо. На него какие-нибудь драные длинные майки, алкоголички надевать тоже очень хорошо. С джинсами, с шортами. Все это прекрасно. Но у меня вот как-то... Я его мало ношу, потому что он какой-то антиспорт. В нем только можно сидеть в прохладном помещении и как бы особенно не двигать торсом, чтобы, наоборот, не вспотеть. Во-вторых, у меня вот такие сложились впечатления. Может, вы мне что-то подскажете или поделитесь, как правильно носить спортивные брони. Не знаю. Не знаю, не знаю. Так, продолжаем разговор. Купила себе casual платьишки, несмотря на то, что мы подходим к концу лета. Ну как, в Кремниевой долине, видите, я пытаюсь исправляться, потому что я постоянно говорю силиконовая. В Кремниевой долине, в принципе, лето началось где-то в марте. И заканчивается оно быть где-то ближе к ноябрю. Но я как-то уже... Мне как-то уже хватило. Мне хватило лета, поэтому я еще поношу это платьишко, которое я купила. Видите, летнее. Оно такое в стиле прэпи, джейкру и прочее. Но уже что-то как-то меня уже тянет опять перебрать весь гардероб и уже выложить осенние вещи. Мне, как говорится, не прошло и двух месяцев. А я уже устала от лета. Избалованы. Зажрались, да. Вот точно. Что делать? Это у нас Томми Хилфигер. Что мне понравилось? Цвет. Конечно же цвет. Ничего особенного в этом платье нет. Но у Томми Хилфигера, как и у Ральфа Лорена, как и еще кого, как у Banana Republic, как у Ann Taylor, как у Black & White Market, у них хороший качественный трикотаж. Он не слишком тонкий, он не слишком толстый, он хорошо носится, хорошо стирается, долго-долго живет. Поэтому обратите внимание, цвет мне понравился, качество хлопкового этого трикотажа тоже очень понравилось. Тут все очень просто, мило. Я чаще всего ношу это платьишко вот с этим, с этой маленькой сумочкой моей из Asos, которая мне когда-то чуть ли не за 10 долларов досталась. Она очень такая, очень радостная. Что-то я еще хотела сказать по этому поводу. В общем, тут нечего говорить. Ну, просто симпатично. Знаете, бывает, я покупаю вещи, которые в каком-то смысле я бы хотела носить дома. У меня вот такое бывает. Я не... у меня бывает, что я, конечно, бомжую дома, но это тоже под настроение, когда мне хочется быть таким, вот, понимаете. Таким вот, вот, не плютья в душу художнику, что-то в этом роде, таким, таким гламурным бомжом. А в принципе, я не люблю носить дома старые вещи. Мне вообще не нравится носить вытертые, затертые или поврежденные вещи. Они как-то меня угнетают, что ли. А вот такие вещи, я знаю, что я могу, в принципе, в них ходить дома. Они выглядят аккуратно, приятно, мило, очень удобные. При этом, если меня вот заленило как-то особенно одеваться, я могу в них выбежать и побежать спокойно на работу, на встречу, на какую-то. Ну, вы понимаете. То есть, они и в пиры, и в мир, в них, они достаточно удобные для того, чтобы быть домашней одеждой, при этом они очень прилично выглядят, а может, для того, чтобы такой, как бы, такой спорт casual тоже находиться где-то вне дома. Долгое объяснение по поводу очень простого хлопкового платья. Это, это я умею. Далее, покупка, нашла я себе кжель, не нашла платье, да, не нашла платье, не нашла юбку, но я нашла джинсы. Это Майкл Корс. У нас здесь белый джинс, видите, с таким вот принтом, от темно-синего к светло-васильковому синюю, что-то вроде каких-то веток цветов у нас здесь. Я, здесь у нас золотая фурнитура, я это ношу с белыми топами, вы понимаете. Я, опять же, Майкл Корс, там все очень просто стилизуется, достаточно посмотреть на несколько его разворотов. Там всегда простые такие стейпл, какие-то топы, белые, бежевые, золотые, синие, еще какие-то, и крупные полированные золотые украшения. Вот вы не ошибетесь, если будете так стилизовать все их вещи. Ну, то же самое. Белый топ, крупные такие красивые стерги, такого блестящего золота, какие-нибудь гладиаторы на ножке, и побежали. Вот не помню. Я, извиняюсь, если уже показывала, у меня, знаете, уже старческий склероз. Мне кажется, я забыла вам показать вот эту рубашечку, в которой я ездила на Гавайи. Я ее купила прямо перед отъездом в Гавайи, в Гудуилле, по-моему, за 5 или 6 долларов. И вы знаете, она мне что напоминает? Она мне напоминает спасательные будки. Вот на пляжах они вот точно такие. Они ярко такие, лимонно-желтые, с красными цифрами, ну и там подписью номер будки, там, я не знаю еще чего, в каком городе она находится. Поэтому у меня вот эта вот штука теперь навсегда ассоциируется с отпуском, с пляжем, с путешествиями. Я вообще люблю ее. И последняя вещь, которую я вам покажу. Мне кажется, я ничего не забыла. Это платье, которое мне отдала подруга. Оно у нас шелковое. Оно для нее слишком мимимишное. У нас был девочковый вечер, мы ходили пьянствовать, пить коктейли и вообще буянить. И мне нечего было надеть, я приехала с работы просто такая вообще никакая. И Ирочка, спасибо тебе большое, дорогая, дала мне полосить свое платье, а потом сказала, знаешь что, бери, я все равно его не ношу. Фишка в чем? Мне нравится расцветка. Мне нравится, что оно шелковое. Но его надо как-то обезобразить, понимаете, да? Нужно либо порвать где-то, либо где-то какие-нибудь клепки добавить, либо черноты, либо сироты. Его надо немножечко сделать более металлическим или панковым. И я вот думаю, я не хочу прям сразу драть само платье, ничего с ним такого вытворять. Тут главное, допустим, юбку можно оставить такую, как есть. Юбка хороша. Но сверху я пробовала одевать какой-то массивный пояс, такой, который будет в контраст, более гранжевым, более металлическим. Но сам топ еще уж слишком, он мимимишный, видите, да? Давайте вместе подумаем, что с этим можно сделать. Подскажите мне, какие есть идеи. Нужно ли что-то нашивать на платье, или какие-то дырки в нем делать, или, может быть, просто сверху достаточно что-то надеть. Не хочется, чтобы был контраст. Чтобы был контраст, ну, поскольку тут нежные пастельные оттенки, хорошо, не будем говорить, черные, но может быть, какой-то цвет стали темный, да? Такой гамметал. Чтобы вот эта мягкость цветов и шелка шла в контраст с каким-то таким более агрессивным, более декадентским присутствием в аутфите, в наряде. Давайте вместе подумаем. Мне кажется, мы что-нибудь... Если мы досложим наши умы вместе, мы же обязательно что-нибудь придумаем. Буду ждать ваших комментариев. Так. Собрались. Минуты молчания, медитируем. Забыла ли я что-нибудь вам показать? Ну, наверняка же что-то забыла. Думай. Думай, Маша, думай. Нет, мне кажется, все. Что сегодня на мне? Тем из вас, кому интересно, я... А, сейчас застану. Я тестирую, пытаюсь заставлять себе каждый раз, когда появляется возможность. Суперпигментированные тени, которые я показывала в прошлых покупках косметики. Это у нас... Это у нас... Ой. Они тушуются, но у них может быть проблемы с наслоением, там, с кистями тоже нужно играть. Они плохо работают с кистями, с искусственным ворсом. Эти тени дешевые, их много, они цветные, они бомбезные, как вы можете видеть. И они работают с любыми кистями, с любыми базами под глаза, абсолютно со всем. Единственное, что они такие немножко более... Я бы не сказала маслянистые. Матовые тени немножко более такие глиняные, а металлические шиммерные тени, да, они немножко более маслянистые. Я очень довольна этой палеткой. У меня здесь The Magic by Juvia's Place. Что касается... Видите, я даже не могу, я должна же сразу все обернуть в ревью. Что касается The Nubian, которая как бы нейтральная в кавычках. Вот тут, видите, очень оранжевые оттенки. Я все-таки... Я еще попользуюсь, но у меня начинает складываться впечатление, что это не мои оттенки. Они очень-очень оранжево-желто-теплые. Они все-таки... Ну, как бы тоже неудивительно, об этом было прямо сказано на сайте. Они сделаны для девушек с гораздо более темным подтоном кожи. На мне все просто все такое, знаете, бежево-оранжево-желтое. На мне вот эти тонкости, они как-то не проявляются, уж слишком желтизна бьет в глаз. Вот с этой палеткой, которая называется еще раз The Magic, у меня как-то... Мне везет с ней больше. Ну, цвета как-то поразнообразнее. Здесь, на удивление, потрясающий бежевый цвет, хорошо пигментированный матри, которым можно тушевать вот это яркое безумие. Я сегодня пользовалась только ей, больше никаких теней у меня нет. То есть вся тушевка... По центру века у меня этот золотой оттенок, в складке у меня он здесь кажется черным. Это на черной основе с темно-зеленым шиммером тени. Собственно, как будто теперь они меня, собственно, вот и вдохновили на весь этот макияж. И тепло-бежево-абрикосовый карандаш для куб, который не стоит упоминания, потому что я не могу сказать, что я им очень им довольна. Что еще? Ресницы. Ресницы я тестирую, как и обещала. Искусственная норка. Производство у нас Per Minerals. Это их... Они называются 3D Silk Cruelty Free Lashes. А у меня какие-то специальные. Они у них разного типа есть. Socialite у меня. Socialite, опять же, если не забуду ссылку оставить внизу, забуду напомнить мне, пожалуйста. Они, ну посмотрите, они очень густые. Они очень густые. Я не знаю, куда еще гуще можно. Давайте, может быть, подойду, вам лучше будет видно. Они очень густые, длинные, они очень пушистые. Смотрятся они, конечно, шикарно, но у них, как я уже сказала, толстый ресничный край. Поэтому обязательно нужно делать черную подводку, иначе прям видно, что у вас наклеено. Я сделала ошибку. Одну я обрезала с внутреннего края, потому что они длиннее, чем нужно. Они обычно так и делают, чтобы на все размеры глаз шло. Это неправильно так делать не надо, потому что тогда у вас просто торчит этот вот... Неожиданно заканчиваются эти ресницы, и потом нужно наклеивать пучки, чтобы их немножко выровнять. Правильно отрезать с внешней стороны. И, собственно, этот глаз у меня получился значительно удачнее сегодня, чем вот этот. Но, в принципе, для камеры, конечно, это хорошо. На камере смотрятся, как видите, ресницы всегда шикарно. В реальной жизни я, честно говоря, бы не одела их. Они очень-очень заметны. Ну, в реальной жизни это просто как drag queen, я вам честно скажу. И там нужно прям замазывать все около ресничного глаза черной подводкой. Иначе, ну, совсем видно, что наклеена вот такая здоровенная бандура черная. Но что меня, конечно, совершенно восхитило, опять же, в контраст, это то, что насколько они пушистые. Они заканчиваются вот просто как перышки в ничто. В то время как обычные, более дешевые искусственные ресницы, они более равномерные по всей длине. А эти, они просто как вот... Вы знаете, вот как сейчас стали делать искусственные кисти для макияжа, да? Они вот прям такие пушком-пушком заканчиваются. Тут то же самое. То есть в этом плане, да. Я не знаю, стоит ли мне попробовать, может быть, еще какой-то бренд чисто для сравнения. Но я слышала, что многие ресницы в стиле искусственная норка, они... У них толстая вот эта ресничная линия, потому что они очень много волосков туда нашивают, которые вот потом так мягко заканчиваются. Что вам сказать? Я, наверное, все-таки больше фанат обычных дешевых искусственных ресниц, потому что их легче наклеивать. Если они там, не дай бог, где-то что-то отклеивают, это не так заметно сильно, как если эти начнут отклеиваться. Вы увидите. Увидят все за километр. Они, естественно, дешевле, которые они не такие густые, они, естественно, не смотрятся. И они дешевле, мне не надо так с ними париться. Эти же как-то жалко поносить и выбросить. Поэтому ты поносишь, снимешь, нужно их помыть, нужно их потом положить обратно в коробочку. Вот это вот все, на мой взгляд, немножко утяжеляет, для меня это создает барьер для того, чтобы ими пользоваться. Я предпочитаю так, наклеил, снял, выбросил, вообще не думаешь об этом. Что касается, как это сравнивается с нарощенными ресницами, у меня не было нарощенных ресниц. Я только заслышала, что если у вас ресницы не густые и достаточно слабые сами по себе, то нарощенные ресницы могут вам вызвать выпадение ваших натуральных ресниц. Эффект, конечно, поначалу будет шикарный, но потом будет еще тяжелее восстановить их здоровье. Вот это то, что я слышала от других людей, которые носили нарощенные ресницы. Поскольку я такой драматический эффект делаю только при настроении, меня вполне устраивают пучки. Пучки я пользуюсь совершенно спокойно, когда есть время, потому что они выглядят натурально, а если один пучок куда-то отвалился и не начинается драма, глаз не раздваивается, грубо говоря. Вы можете их наслаивать, пучки, до любой интенсивности, и прямо сделать совсем густые чернющие длинные ресницы, если вам не жалко вот так вот полчаса их тыкать. А если я прям решила положить, как это называется, strip, они называются, ну то есть целые, цельные, то, ну я вам уже сказала, у меня вот двойное мнение. Красиво смотрятся сами ресницы, потому что они более качественно сделаны, волоски. Но вот эта вот история с тем, что они так заметны у ресничного края, не знаю, не знаю, не знаю. Всё, это всё, что касается, всё, что я хотела вам рассказать. Я вас совершенно замучила, простите меня. Я не со зла, я от большой вашей любви очень хотела с вами поболтать. Целую вас, увидимся в следующем видео. Не забудьте поставить лайк, скажите мне, что вы думаете об этих покупках, если вы какие-то впечатления, советы. И мы с вами увидимся в следующем видео. Пока-пока.